Сегодня в Забайкальском крае 98 особо охраняемых природных территорий различного статуса. В том числе единственная в России трехсторонняя международная охраняемая территория российско-монгольско-китайский заповедник Даурия. Появление в Забайкале трех новых заказников – результат длительной работы ученых, сотрудников Министерства природных ресурсов. Очень рады мы, что мы в октябре образовали два заказника регионального значения «Реликтовые дубы» и «Семеновский». Долго очень работа у нас шла, особенно при «Реликтовым дубам». Все-таки мы нашли компромисс с нашим бизнесом, потому что там были и участки под заготовку леса, и под развитие георазвиточной отрасли. Но все-таки мы очень рады, что мы его создали. Пусть территория будет небольшая, но в дальнейшем при отработке места рождения возможно включение дополнительных территорий в территорию данного заказника. Базой для создания новых заказников послужил специально созданный региональный закон об особо охраняемых природных территориях, принятый в 2010-м. При этом трехлетний срок для создания заказника считается очень коротким. На новых особо охраняемых природных территориях скоро начнется работа. Созданы были два заказника регионального значения в Балийском и Газимурозовском районе. Ну и, видимо, когда откроется финансирование, в феврале-марте, я думаю, мы начнем по ним работать. Бюджеты утверждены, нужно будет подмирать место для кордонов, набирать штат. В Семеновском заказнике, допустим, там половина заказника лесная, половина степная. И вот в той степной части срок монгольский срок Тарабаган, то появляется, то исчезает. Но появится, исчезает по той причине, что как только появится, его сразу там уничтожают. И вот мы надеемся, но уверены, что будет заказник, он там приживется, жить будет. В 2012-м планируется преобразовать территорию, на которой находится озеро Орей, в природный парк. Это поможет сохранить уникальный водоем. В следующем году Край планирует продолжить работу по участию в Байкальской федеральной программе. Согласно документу, будут построены очистные сооружения в Красном Чекое и Петровске-Забайкальском. Это позволит в будущем рассчитывать на федеральные средства. К сожалению, в связи с дотационностью бюджета нам на 2012-й год только предусмотрели 3 миллиона. И мы туда включили наш заказник регионального значения «Горная степь». Он у нас создан был очень давно. И мы, естественно, на себя взяли обязательства при его создании, то есть финансировании, содержании, развитии данного заказника. У нас заключено соглашение с Дальневосточным отделением фонда «Дикой природы». Мы с ними сотрудничаем уже на протяжении, наверное, 5 лет. Каждый год у нас соглашение, ну такая форма, так сказать, сотрудничество. И составляем план работы, то есть подкрепляем это соглашение конкретными мероприятиями. Да, и ежегодно они нам помогают в данном вопросе. И по созданию реликтовых дубов у них были, так сказать, финансовые помощи, организационные, методические. В 2012-м у Забайкалья есть реальный шанс вплотную приблизиться и к другой цели – созданию национальных парков Красночекойский и Кадар. Ирина Трофимова, Дмитрий Пенигин, Сергей Рычков. Время новостей.